Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. К моему мужу поступают звонки от девушки, с которой я его подозреваю в измене, которая, возможно, была много лет назад и намекает на отношениях, хочет им дружбы. Я боюсь, что если тогда не было измены, может сейчас произойти. Ну что, если вы боитесь, что измена произойдет, значит, как минимум у вас в отношениях с вашим молодым человеком, вот, и все в порядке. Значит, есть какие-то трудности, есть какие-то проблемы, вот, и как минимум есть какая-то неудовлетворенность, либо эта неудовлетворенность связана с отношениями. В целом, то есть когда в отношениях есть какие-то проблемы, которые порождают напряжение какое-то, вот, либо это что-то связанное с непосредственно вот кем-то, вот. то есть, ну, то есть, то есть кто-то, кто-то чувствует это самое напряжение. Например, вы или, например, или, например, ваш, ну, вот, ваш муж. И само собой, само собой, что с этим нужно работать, да, это нужно исследовать. Вот, нужно смотреть, какие и где проблемы у вас в отношениях, да, вот. И, соответственно, ну, это позволит вам, это позволит вам, это поможет вам. Вот, значит, переключить свое внимание, значит, с измены на, вот, потенциально что-то другое, потенциально на что-то более важное, потенциально на что-то более ценное, вот, потенциально на что-то более стабильное, более, ну, более корректное, я бы сказал так. Значит, совершенно очевидно, во-первых, ну, во-первых, во-первых, совершенно очевидно, что вы говорите «мой муж». Вот, вопреки расхожему мнению, я не считаю, что ваш муж является, как бы, в первую очередь, вашим мужем, да, вот. Я думаю, что ваш муж, в первую очередь, является личностью, человеком, и уже только потом вашим мужем. И проблема заключается в том, на мой, на мой взгляд, проблема заключается в том, что вы, как будто бы, видите в нем только мужа сейчас. Это, как раз таки, вот, к большому сожалению моему, и свидетельствует об объединении ваших отношений. Вот. Это, как раз таки, и свидетельствует, по моему мнению, о том, что у ваших отношений есть, ну, проблема, скажем так. Да? Вот. Поэтому, поэтому, я думаю, я думаю, что ваша задача заключается в том, чтобы переключить свое внимание сейчас, значит, с, вот, так называемого мужа, вашего, на личность. На личность человека в целом, вот. То есть, в целом, какое у вас общение, да, в целом, как вы взаимодействуете со своим партнером, скажем так. Вот. В целом, какой фундамент, значит, выступает опорой для вашего взаимодействия? Что это за, ну, что это за фундамент, что это за опора, да? Вот. Что это из себя представляет? Вот. Это, на мой взгляд, очень важно увидеть. Вы сейчас этого не видите. Вы сейчас этого не видите. Вот. Вы сейчас этого не замечаете, скорее всего. Но, вообще-то, это вот самый важный момент. Вот. А почему вы думаете об измене и почему для вас это так важно? Не уверены ли вы в себе сами? То есть, ну, сомневаетесь ли вы в себе сами? Как же? К примеру. А, или вы сами же хотите измен? Потому что ваш муж чем-то вас не устраивает, ваш муж чем-то вас не удовлетворяет. Но, но само собой, да, вы запрещаете себе вот так думать. То есть, вы запрещаете себе даже думать о том, что вот вы можете там иметь, вам может понравиться какой-то, какой-то другой мужчине и так далее, и так далее, и так далее. Хотя, ну, вообще-то, вообще-то говоря, это, ну, это нормально. То, что, то, что, ну, то, что такое может быть. Вот. И отсюда, конечно, ну, могут появляться мысли о измене. У вас. Вот. Другой момент. Другой момент. Другой момент. Момент. Вы можете считать себя недостойным отношением. Вот. Вот. Просто вот вы считаете, что недостойные отношения. Вот. Вы считаете, что с вами не может быть мужчина. Вообще, вообще нельзя вас любить. Нельзя быть с вами, ну, как-то, как-то вот, значит, в отношениях, да, с вами нельзя быть. Вот. Обязательно там, ну, вот, обязательно там измены будут, обязательно там какие-то проблемы будут и так далее, так далее, так далее, так далее. Вот. Такая может быть история. Ну, и здесь понятно в таком случае, что речь идет о чем? О том, что вы свою неуверенность в себе проецируете на, вот, как раз, ну, внешний мир. Вот. Вот. Ну, то есть, на, ну, на человека. Вот. На вашего мужа в данном случае. Вот. Поэтому нужно разобраться, нужно разобраться, что, что стоит за вашим, ну, за вашим такой, ну, за вашим прозрением, что вам изменяют, ну, или что вам там, ну, могут, могут изменить и прочее, 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 прочее. Вот. Понимаете, да? Вот. То есть, этот, этот момент мы должны рассмотреть. Обязательно. Балансо. Ну, вот. Звонит какая-то девушка вашему мужу предлагают, ну, предлагают грузьбу, отношения и прочее. Вот. Вы думаете, что день будет легко вашего мужа себе перенаправить, да? Ему, вашему мужу, будет с ней интереснее. Вот. А измены отношают конец отношений. Ну, наверное, ваших сны. Вот. Мне хочется спросить, что же это за отношения такие, когда они могут закончиться от какого-то заранее известного действия. Вот. Не кажется ли вам это несколько, не знаю, несколько странным, что ли? Вот. То есть, когда вы, как будто бы уже заранее знаете, что вот если такая ситуация произойдет, да, то все вырастает, вырастает. Ну, ладно, да. На мой взгляд, несколько такой акцентированный, я бы сказал, аспект, да, на отношения, ну, на отношения, по моему мнению. Давайте мы с вами сейчас предположим, что произойдет, если мужчина действительно вам изменит. изменить. Вот. Да. Ну, то есть, вот просто, что случится, что случится. Что произойдет, что случится. Да. Вот. Что в этом для вас самое, ну, такое вот страшное. вот. Вот. Можете ли вы это сформулировать или не можете? Вот. Если можете, то, пожалуйста, сделайте это. Ну, и последнее, это, собственно, какой ваш вопрос, чем он заключается, чем может помочь вам психолог. Всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok